Насколько увеличит помощь на тяжелобольных детей? В Кабмине рассказали детали. Помощь на тяжелобольных детей без установленной инвалидности со следующего года возрастет. Кабинет министров принял соответствующее постановление о внесении изменений в некоторые постановления КАМ. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на правительственный портал. Размеры помощи тяжелобольным детям с 1 января 2022 года. Размер пособия вырастет до двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста. С 1934 гривен до 4200 гривен для детей до 6 лет до 5236 гривен для детей от 6 до 18 лет, с учетом размера прожиточного минимума, установленного на 1 декабря 2021 года. Помощь малообеспеченным семьям. Согласно постановлению, назначать госпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут без уменьшения ее размера, если центр занятости не может предложить подходящую работу для трудоспособного лица из малообеспеченной семьи, семьи с детьми, или такое лицо направлено на профессиональное. Обучение. Газпомощь будут предоставлять украинцам, которые достигли соответствующего пенсионного возраста, но не получили право на выплату из-за отсутствия страхового стажа. Соцпомощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям будут предоставлять при наличии в собственности многодетной семьи и семьи, в состав которой входят дети-сироты другого жилья. Стипендия детям умерших участников революции достоинства и бойцов АУС. Социальную стипендию будут назначать детям умерших участников революции достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью вследствие войны. Правительство определило следующие размеры стипендий. Студентам учреждений профессионального предвысшего образования – 890 гривен. Студентам высших учебных заведений – 1180 гривен. Напомним, глава Кабмина Денис Шмыгаль анонсировал повышение размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность. Это должно произойти с 1 января 2022 года. Как писала РБК Украина, в Украине помощь при рождении третьего и каждого следующего ребенка может вырасти до 150 тысяч гривен. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект номер 5585-1.